Мы летим в Эквадор, а точнее в столицу Эквадора Кито. Оттуда уже на следующий день мы полетим на Галапагосские острова. Обратите внимание на вершины гор, торчащие из облаков. Мы сейчас с вами будем пролетать самую высокую гору в Перу под названием Хуаскаран, высота ее 22200 футов. В 1970 году произошло землетрясение, северная часть горы рухнула вниз и полностью уничтожила два поселения, погибло около 20 тысяч человек. А то, что вы видите сейчас, это не снег, а облака. Знаете ли вы, что Кито находится прямо на Эквадоре, и естественно первое, куда нас повезли, на Эквадор. Вот моя жена по нему и ходит. Ой, извините, мной получено строгое указание заснять линию Эквадора. Можете не сомневаться, эта линия настоящая, поэтому Лена стоит точно в северном полушарии, а Володя точно в южном. Ну а здесь я считаю комментарии излишни. Наш экваториальный поцелуй был зафиксирован ровно в 10.30 утра по солнечным часам, который, кстати, функционирует с 6 утра до 6 вечера круглый год. А сейчас я вам покажу очень интересный феномен. Вода из корыта стекает через отверстия, расположенная прямо на линии Эквадора. Вы видите, что вода сливается в отверстие прямо без всякого закручивания. А теперь корыта поставлена на 1 метр справа от Эквадора. Вы видите, что происходит? Вода закручивается по часовой стрелке, сливаясь в отверстие. А теперь корыта поставлена на 1 метр слева от Эквадора. Вы видите разницу? Вода при сливе закручивается в обратную сторону, то есть против часовой стрелки. А сейчас я вам покажу еще один феномен. Девушка пытается разжать Володины пальцы, а потом попыталась опустить его руки. Безуспешно, как вы видите. Как видите, вторая попытка ей удалась. Дело в том, что сначала он стоял в стороне от Эквадора, а теперь на Эквадоре. Мы решили проверить, нет ли здесь подвоха. И должен вам сказать, таки нету. Все действительно так и есть. И последнее. Только на Эквадоре можно сбалансировать сырое яйцо на острые гвоздя и пройти по линии Эквадора с закрытыми глазами. Но это удается, как вы видите, не всем. Вы, наверное, догадались, что эта небольшая территория сделана как иммузмент парк. В выходе из парка мы обнаружили объявление, написанное на хибро. Перевожу. Евреи открыли Эквадор. А вот французы говорят, что они открыли Эквадор, правда, с ошибкой на 100 метров. В честь них и поставлен вот этот памятник. Я понял одно. Кто бы ни открыл эту красную линию, на ней жарко. Надо охладиться. И вот мы уже в кафе, где продают хоум-мейд айс-крим. Изготавливают его из натуральных соков. Метод изготовления весьма трудоемок. Медный таз с соком и сахаром ставится на лёд. По мере вращения смесь эта сгущается постепенно и в конечном итоге превращается в мороженое. Должен сказать, что наши девушки одобрили его. А сейчас я вам хочу рассказать немножечко о школе для недоразвитых детей. Когда мы узнали, куда мы едем, сначала нам показалось это просто потерей времени. Но, ребята, всё изменилось, когда мы туда попали. Вы можете назвать меня сентиментальным, но когда я узнал, как создавалась эта школа, а создавалась она руками всего лишь одного человека, кстати, он сидит там и играет на трубе в сером пиджаке, когда видишь этих детей, которые радуются жизни благодаря этому человеку, то, честно говоря, хочется верить, что человечество ещё может выживеть. КОНЕЦ КОНЕЦ Этой девушке 21 год, она слепая, у ней прогрессивный паралич, ноги практически не двигаются, но, слава богу, руки пока еще работают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас осталось полдня, чтобы хоть немножечко посмотреть город. Мы на автобусе едем к центру старого города. Новый город вы видите отсюда слева, туда, естественно, мы не поедем. В автобусе нас ждал еще один небольшой концерт. Девушка, беременная, кстати, девушка, продавала какие-то вещички и заодно спела нам пару национальных песенок, за что получила кое-какие денежки на своего ребеночка. По узкой улочке нас привезли на центральную площадь города под названием Площадь Сан-Франциско. Сегодня какой-то праздник, поэтому вся площадь заполнена народом. Основная достопримечательность этой площади – это монастырь Сан-Франциско. Прямо у стен монастыря расположено небольшое кафе. Отсюда очень удобно наблюдать за толпой. На другом краю площади слышалась музыка, и я, пожевавший, решил посмотреть, что же это такое. Оказалось, что здесь идет какой-то концерт. Похоже, что выступают какие-то различные этнические группы Эквадора. Площадь Сан-Франциско Площадь Независимости. Она выглядит совершенно по-другому, и, как видите, народу здесь не меньше. В каждом углу площади происходит какие-то сборища. Что происходит в этом углу, не знаю, но вот что происходит в другом углу, сейчас скажу. Солдаты-ветераны требуют от правительства материальной поддержки. Это не кажется вам немножечко знакомым? В центре площади на пьедестале находится статуя свободы. Это, конечно, не американская статуя, но факел у ней в руках есть. Нас предупредили, что здесь надо очень следить за своими карманами, потому что воришки здесь на весьма высоком профессиональном уровне. Мы с вами около президентского дворца. Сюда подойти можно гораздо ближе, чем в Лиме. Да и караул здесь, я должен сказать, гораздо проще. Два солдатика с пиками наперевес, в традиционных формах, сменяют двух других солдатиков и все дела. Без всякой помпезности, никакой музыки, все занимает ровно две минуты. Раз, два и пошел. И, наконец, последняя остановка в Кито. Это как бы типичная квартира, в которой живет типичная семья из четырех человек. Мама, папа и две дочки. На самом деле, я думаю, что квартира не очень типичная. Мама имеет американское гражданство, дети тоже. Сейчас дети едут учиться в Америку. У мамы два ресторана, у папы аптека. Мама большая либералка и очень любит Обаму. Папа же, наоборот, консорватив. И Обаму не любит. Они нас покормили довольно легким обедом, после которого, выйдя на улицу и увидав, что там продается требуха, говяжья требуха, мне очень захотелось есть. Кстати, это место пользуется чрезвычайной популярностью среди местной молодежи. Здравствуйте! Меня зовут Морской Лёва. Я таки буду вас сейчас приветствовать. Если вы не в курсе дела, так я таки вам скажу, что вы на Галапородских островах. Поверьте мне, вам тут будет жарко, влажно, и я никак не могу взять в свою голову, зачем вы сюда поехали. Зачем, зачем? Нам сказали, сюда ехать надо, мы и приехали. И правильно сделали, что приехали. Где вы еще найдете такую красавицу, как я? И как я, и как я тоже. И как я, и как я, и как я. Скажите, пожалуйста, мне это кажется, или они действительно считают себя абсолютно уникальными? Ну вот скажите мне, что особенного в пеликанах? Очень распространенная птица. Невежда, что ты обо мне знаешь? Я же не простой пеликан. Пеликан, я коричневой. Ну что я вам говорил? Не поняли, чего вас тут ждет? Ну что ты нас все пугаешь? Ну подумаешь, в птице не разобрался. Бигдил. Вы выглядите, как интеллигентный человек. Но когда вы говорите такие глупостив, даже мой внук от вас краснеет. И еще я вам хочу сказать, что вам очень повезло, что мой папа глухой. Ну хорошо, вот стоит цапля. Ну скажите, чем это необыкновенные цапля, которых много во всем мире? Как вы можете такое сказать? Я же серая цапля, скалопокоса. Все, сдаюсь. Я теперь больше не буду гадать, кто из них кто. Наверное, даже эти воробьи считают себя уникальными. Ты слышала? Этот идиот назвал нас воробьями. Боже, до чего дошел мир? Ну, извини, оговорился я. Все вы, все вы тут уникальные, абсолютно уникальные. И ты уникальная. И ты чудище уникальная. А кстати, а кто ты такое? Как ты даже не знаешь, как меня зовут? Я морская икона. О боже, как я обижена. Нет, не успокаивайте меня. Мне кажется, придется признаться, что здесь действительно все уникально. Слушайте, даже кактусы здесь необычные. Я персонально никогда не встречал кактуса в виде дерева. По дороге обратно на корабль мы немножечко понаблюдали за крабами. Молчу, ничего не говорю, какие они, и что единственный мой опыт с крабами это крабьи ножки в ресторане. На следующий день я проснулся очень рано, вышел на палубу и обнаружил, что мы уже на другом острове. И еще я обнаружил, что наша группа оказалась более ленивая, чем соседняя. Ну, что делать, пока наши спят, я попробую кое-что пофотографировать, благо мы стоим недалеко от берега. Похоже, что здесь обиталище птиц, уж очень их тут много, и всяких разных. Определить, кто из них какая, не берусь. Однако, с гордостью могу заявить, что я знаю, что это за птица. называется она фрегат. И обитает она только на Галапагосских островах. Во времена мэйд-сизон, извините, я, честно говоря, не знаю, как сказать по-русски мэйд-сизон, особи мужского пола собираются все вместе, садятся в кружок и надувают грудь. Выглядят они в этот момент вот так, очень красиво, правда? Особи женского пола сами выбирают себе партнера, судя по всему, по размеру и по цвету грудки. Снимать все время небо тяжело, шея затекает, поэтому, когда я опустил голову вниз, я увидал, что рядом с нами плавают рыбки. Как выяснилось позже, они называются сэрджент. Наконец-то настало время и нам двигаться в сторону острова. Перевозят нас на берег вот на двух таких резиновых лодочках. Судя по всему, слухи о моем воинствующем невежестве распространились очень быстро. Меня все игнорируют. Ну, птички хоть заняты сами собой. А вы? Ну, хорошо, я осознал свою ошибку. Теперь я знаю, что вы уникальные особи и принадлежите только Галапагосским островам. Ну, кажется, сработало. Смотрите-ка, обратили внимание на меня. Ну, здравствуй, дорогая. А может, дорогой? Дорогой, дорогой, а теперь кончай языком-то молоть. Молчи и наблюдай. птицы продолжают. меня игнорировать смотрите занимается непотребным делом как будто меня тут даже и рядом нет но я ведь про вас тоже все выучил вы тоже уникальные птички живете только здесь вас зовут чайки с ласточкиным хвостом охотитесь будет только ночью правильно я говорю между прочим эти птички сносят всего лишь одно яйцо в сезон высиживает его 30 дней аптенчики начинают летать через два месяца вы знаете мне кажется что я уже научился различать морских игуан вот наземных вот это игуана морская вот это наземная я тоже морская а зато я знаю как называются эти кактусы деревья называется они опунта ас правильно еще я знаю что наземные игуаны вот как это очень любит питаться этими кактусами он безнадежен опять перепутал нас с этими сухопутными давно уже пора понять что только пустую голову можно нести на двух ногах ты наверно думаешь что я игуана молчи дура я знаю что ты ящерица сам дурак извините я кажется немножко отвлекся значит так этот морж мне кажется что будет гораздо спокойнее если я начну показывать просто природу здесь когда-то горячие лава стекала в океан увидите застывшие вулканические породы не правда ли это немножко напоминает осенние пейзажи в тундре но это далеко не тундра это всего-навсего экватор мы на другой стороне у острова как видите здесь берега обрывистые и скалистые молодые морские львы прежде чем стать мужчинами живут с этой стороны острова в течение четырех лет еще один любопытный факт галапагостские острова очень часто бывают покрыты таким туманом что даже не видно вытянутой руки они называют это затемнение благодаря этим туманам в истории галапагостских островов зафиксировано не одно кораблекрушение последнее произошло в 1986 году когда шхуна с по-моему с 18 пассажирами налетела на подводный камень к счастью недалеко находился туристский корабль который сумел их спасти вы знаете похоже что мне надо снова вернуться к зверям но я попытаюсь открывать рот только тогда когда я уж совсем не могу удержаться а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Помните фрегатов с красной грудкой? Тот же самый принцип А теперь взгляните на другую породу Бубис Наскобуби Так, с птицами я в этой части покончил Я же должен вам все-таки показать, как выглядит наземная игуана Поверьте мне, на этот раз я не ошибаюсь Знак appreciation она даже немножко попозировала моей жене Ну хорошо, хорошего понемножку А теперь прошу оставить меня в покое У меня свои весьма неотложные дела Субтитры создавал DimaTorzok Вы думаете, что вы уже отмучились? Так таки нет Вы еще не видали мою мишпуху? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!